значит делаем очень интересный процесс посадка разных грибов на пеньки значит сейчас мы занимаемся посадкой шиитаки вот предыдущем варианте мы делали посадку елице то что сделано и еще для пробы будем сделать посадку вешалки значит делаем мы здесь абсолютно альтернативный вариант который обычно редко кто использует всегда используют какие-то палочки какие-то там не знаю какие варианты но лично я из своего опыта считаю что я бы вот этим не занимался если бы я что-то делал посадку то я бы делал этим способом которым делаем здесь мы значит если это идет посадка шиитаки то мы будем использовать стараемся использовать длинные чурки вот из этого всего то что покороче пеньки мы оставим на вешалке вешалка и так никуда не денется она нормально вырастает а вот мы возьмем вот эти такие длинные приблизительно вот идеальный вариант 10 сантиметров диаметра вот такая болванка ну и обычно такой используется дальше это делаем следующим образом смотрите понимает что то выращивание на пеньках значит не цели в основном распространяется между древесиной вот мицелий растет между древесиной и вот этой король вот в этом тоненьком месте вот здесь место где живет мицелий то есть если мы делаем точечные там сверление сюда на допустим мы запустим там 6 палочек или 10 палочек из такой точки при такой площади коры скорее всего что зарастание будет непонятно очень такие ну сомнительно что но полноценно успеет зарасти до тех пор пока видео она она уже поражена какими-то грибами и всем остальным значит мы что делаем мы разделяем это на две части и мицелий вносим непосредственно на вот такой обширной большой площади носим мицелий вот покажем как это все происходит такой процесс абсолютно несложный не составляет никакой сложности там вот это разделить все осталось только соединить вот 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 таким вот образом у нас получается вот такой продукт то есть мицелий находится внутри между этим пеньком понятно что площадь инокуляции получается очень огромная происходит дыхание спокойно через эту щель мицелий сможет себе дышать и мне кажется вот это самый такой полноценный оптимальный способ для того чтобы инокулировать вот эту древесину вот этими цели значит таким образом мы сейчас делаем эксперимент шиитаки, ерицей и вешенка в дальнейшем разделим это на две части одна часть будет произрастать на улице вторая часть будет произрастать у нас в помещении посмотрим что у них будет по влажности как они будут чувствовать хорошо там или плохо ну и в дальнейшем расскажу что из этого всего получилось у нас всего лишь обновременно просто с исключением бусы а Субтитры сделал DimaTorzok